МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гумелю, студии працу Александра Гамоля. Глядите вы этим выпуском. Экстремальный год. Выниковые покашики подтвердили. Экономика региона справилась с усветными выкликами. Индивидуальный подход до кожной ситуации. Наши корреспонденты подтекавились орошениями, принятыми после своротов до старшиня был в Иконкама. Память сердца. Тысячи молодых людей по всей краине стали удельниками патриотичного проекта. А сейчас об этом и иншим больше подробязно. Ситуация в экономике Гумельской области выправляется. Объем валового регионального продукта за 11 месяцев склав без трех десятых сто процентов до летошнего узровня. По выниках 2020-го плануется выйти на минулогодний покашек. Об этом, как працевал гэтый сектор селета, с якими тяжкостями сутыкнулся и что рабилось для стабилизации обстановки. Марина Северьянова погутрала со старшиней комитета экономики Гумельского облывоконкама Игорем Аслюком. Самым складанным стал початок года. Темп росту ВРП был на узровне 95%. Зараз до поравнания 99,7%. Тяжкости первых селетних месяцев были выкликаны проблемами с поставкой нафтопродуктов на наши предприемства. Потом экономику подкосила пандемия. Початку накрыла первой хвалей, последней великой передышки – другой. Но удар был вытреманный, и из мая экономика, кроме сферы громадского хоршевания, пошла выполненно обновлять свои позиции. Несмотря на все факторы сложившиеся, у нас такие отрасли, как строительство, показывают рост, и причем уверенный рост строительная отрасль работает с темпом. Вклад ее в ВРП Гумельской области составляет 10%. То есть темп 110%. У нас с темпом 103% работает сельское хозяйство. У нас также информация и связь имеют положительные темпы. До минулогодних показчиков в Кирхуне дотягнула промысловость. И все ж таки, уличывающие экстремальные умовы працы, и там отрималося с 91% ВРП в студене досягнуть 99% в листопаде. Ее сподевания выйти як минимум на 100% до конца года. Але особные промыслованные керунки гэты показчик поспели пересягнуть. Предприятия Министерства промышленности, пищевая промышленность, деревообработка, они сегодня имеют темпы выше 100%. Кроме того, отрималося на четверть снизить объемы складских запасов при одночасовом нарушивании в творчестве. Справилися и с выконанием показчика по росте зарплаты. Зараз в середнем регионе яна складает 1080 рублю. Подробностей глядите в программе «Новины тыдня» в неделю на телеканале «Беларусь4» в Гомель. Марина Северьянова, Евгения Макинка, телерадо «Компания Гомель». Осветление в улиц, ремонт дорог, открытие социальных объектов. До старшиней Гомельского обл. ВКонкама, Геннадия Соловья, жихары региона свертаются по самых разных питаниях. Наши корреспонденты подсекались принятыми решениями. У светлый час суток, это тяжко уявить, але я шею месяц тому, этот участок, 8-й иншагородней улицы, был мягчым, а самым небеспечным в Гомеле. В узкая дорога не осветлялася, а на просьбах жихаров у Гарвы Кангаме был один отказ – нема сродков. При этом такая ситуация протягивалась и с 6-90-х годов, минулого стагодзя. Все изменилось все лето в середине листопада, коли Ирина Гацукова потелефоновала на прямую линию старшиней обл. ВКонкама. Звонила на горячую линию обл. сполкома, обратилась, это была суббота, и буквально на следующую неделю у нас не было освещения по проезду на новый микрорайон, на хутор, и наш участок, там, где у нас стоит три дома, у нас не было все это время освещения, была полная темнота. И буквально на следующей неделе сразу же приехали, установили фонарные столбы, и буквально за неделю был сделан свет. И теперь можно спокойно ходить и не бояться ничего. Этот участок в улице Першамайской в Жлобине сформировался в середине 70-х годов, минулого стагодзя. Коли белорусская чугунка вела тут активное жилевое будовництво. Хоть поза увагой коммунальников, этот район не застаётся. Иншая справа, что информационная работа с насельницем могла бы быть больше активной. Под шест-промой телефонной линии старшиней обл. ВКонкама, жихары дома, номер 240А, поскарделися на протяглый, по их словах, термин замены электричных лечильников, больше как два месяца. Как поведомили нашему корреспонденту в предприемстве «Жилкам сервис-2», таки долгий час спотребился для того, как снять лечильники из некоторых домов, отвести их на проверку у Гомель и провести оплату за оказанную послугу. При этом все работы были проведены за кошт жилево-эксплуатационной службы. Дарыш и приборы у доме установили одразу после звонка. Счетчики, которые мы сняли, они прошел срок для эксплуатации, и они должны были пройти проверку. Проверка за это время бралась по среднему, начислялась жильцам плата, а счетчики за счет предприятия нашего были проверены и восстановлены обратно на место. В коллективном завороте Жихару некольких домов по Рыжеским проспекте у Гомеля больше 40 подписов. А Мальхотьян извертались в розные инстанции с просьбой установить киоск «Белдрука» на припынку сквер Янки-Купалы, а леусюды отрымливали одмову. Ситуация пошла выращаться только после того, как люди поскарзлися у Абл-Ваканкам. Люди привыкнут, люди будут ходить, и все будет хорошо. Потому что выписать газету для пенсионера – это тяжело, накладно получается. Здесь намного дешевле, но нас никто не слышит. И вот благодаря вот этим людям поставили нам киоск, мы очень рады. И огромное им спасибо. Мы очень благодарны, низкий им поклон. Перед тем, как развитаца журналистами, мясовые жихары попросили допомоги у вращения еще одного пытания. На улице Бреска изнаходятся два киоски, которые не працуют протяглый час. У вечера тут совершенно сбираются люди, которые ведут асоциальный ладжиття – уживают спиртные напои. Поколь мясовые жихары звертались только у администрацию района, а ли ничего не изменяется. Киоски застаются на своих местах, а люди лишатся залепшие, а выходят их по другим боку в улице. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Новогодние подарунки для выхованцев детячего дома семейного типу. Сегодня у везцы Жмура у Карайшинского района отбывались соправданные новогодние отсуды. Святочные сюрпризы для детей, которые застались без батьков, зарабили помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, и наместник старшиня был выконкома Владимир Прывалов. Гости разом с Дедом Морозом и снягуркой завитали до семи Алены и Олега Устиновых, которые зараз выховывают пятерых детей. Юрий Шулейко отзнашил, быть разом с детьми вельми приемно в этой пероцвяточной дни. Он пожадал хлопчикам и девушинкам здоровья, счастья и выдатного настроя в наступном годе. А так само вручил подарунки и солодкости. Доброчинная акция «Наши дети» накерована на оказание допомоги детям-инвалидам, а так само хлопчикам и девушинкам сашмадетных, опекунских и приемных семьях. Патриотичная акция «БРСМ» память сердца охапила кожный куток нашей краины. В вёсках и городах проходят митинги-реквиемы и диалоговые пляцовки. Их головная мета – нагадать молодцы об героизме нашего народа в часы Великой Айчинной войны. Чарговая акция произошла в советском районе Гомеля подробязности в наступном сюжете. У вечера каля Гомельского кургана славы собрались наученцы школ советского района от Аксама многопрофильного лицея, организатор сустречи – советский районный комитет БРСМ. Его кераунитство означает – патриотичное выхование детей и молодец для комитета – первая шарговая задача. Я более 10 лет работаю в советском районе, и мне очень сильно близка патриотическая направленность, именно воспитание молодежи, потому что курган славы в советском районе, акция «Беларусь земля славы ратной», «Ва славу всеобщей победы» – это наша гордость. И очень приятно, что БРСМ дает возможность направлять молодежь в правильное русло. Кветки и свечки – неазменный атрыбут и символ акций. Удельники митинга запаливают их, а потом складают злампадок сердца и слова память. Прогожи жест, каб выказать падяку усим, хто загина уделя мирного и спокойного життя на шаткал. Для кожных из молодых людей акция – на года задуматься об шимсте важным. Грусть в перемешку с восхищением. Восхищаюсь нашими ветеранами, восхищаюсь подвигами, которые они совершали. Ну и грусть, конечно, за все смерти, которые произошли, за весь этот ужас, который был. Республиканская патриотичная акция «Память сердца» будет протягиваться до 24-го Снежня. У Гомельской области опошние мероприемства отбудутся уже за утро. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, Сергей Лукашук, Телерадио «Компания Гомель». Профилактика супрацправных деяний у Гомельским лицей Рочного флоту пройшла тематичная гутерка с навученцами. Гостями установы стали представники комиссии по справах неполнолетних, прокуратуры, наркологичного диспансера и кинологи. Молодые люди не только доведались про небеспеку алкоголю и забороненных речев, но и также увидели в деянии собаку, которая занимается пошуком наркотиков. Подобные диалоговые пляцовки уже отбылись у широку навучальных установ города. У основным яны адресованы детям с группы Рызыки, с якими проводится индивидуальная профилактичная работа, а так само сиротам. Вот эта встреча проводится в канун праздников, которые, соответственно, в ближайшее время наступят, ну и каникулы. Поэтому мы постараемся еще раз обратиться к ребятам, чтобы они берегли себя, не совершали еще раз преступления и правонарушения. Ну и после окончания каникул они вернулись сюда, в учреждение образования и продолжили учебу. Управление по спорту и туризму и Гомелябултурист протягивают презентацию туристического потенциала Гомельщины. Головная тема чергового пресс-тура – музеи. Что они пропадают гемельчанам и туристам, расскажет Ганна Коральчук. Когда мы говорим про главную славутость Гомеля, меркования сходятся во всех. Это палацево-парковый ансамбль. Визитная картка региона и одна из наистарейших музейных установ Беларуси. Сейчас у его состава уходит шесть музейных объектов. Под час пресс-туры уделников провели по всем палацам. Они увидели колонную залу, червоную гостиную, наведали вежу и археологическую экспозицию. Экскурсоводы кажут, что первых гостей залежат от того, откуда они приехали. Когда гости из близкого замежа больше стекают с историей и особами былых уладальников палаца, то гостей из далек притягивают бытовые моменты с життя беларусов. Бывает так, что мы наряду с экскурсиями по Дворцову парку проводим экскурсии по городу. И вот был такой момент, когда к нам приезжала группа из Новой Зеландии, а там очень тепло, там никогда не бывает льда, зимы. Они очень удивились, мы там рассказывали, показывали, не кивали. Но и все экскурсии им, я так думаю, очень сильно запало. Они впервые в жизни увидели, что люди занимаются, во-первых, рыбачат, но на льду. Они не могли понять, для чего, как они подошли. Они сфотографировались эту рыбу, которую людям удалось выловить подо льдом. То есть, ну, у них такого нет. Процедовники турфирмы рассказывают, что в этом году за пандемией COVID-19 поток замежных туристов изменился беларусами, которые вы решили снова открыть для себя, сдавалось обзнаемое место и активно доследовали разные кутки своей родимы. Так, например, многие, кто ранее наведывал Гомель, не бывали у областных музея военной славы и музея криминалистики. Первый может сдевить выставы военной техники на открытой плясовце. Другие – маловядомыми историями боротьбы со злочинностью на Гомельщине в минулом 100 годе. О музее криминалистики я узнала только во время пандемии. Как только узнала, мы сразу же с друзьями поехали и тоже посмотрели. Но меня он произвел большое впечатление. Я, честно говоря, даже не думала, что у нас только криминал в городе Гомелье было. Потом музей военной славы. Я туда тоже возила группы и родственникам показывала. То есть очень интересный музей и сама там была, как только его открывали. Поэтому другие музеи я знаю. Про криминалистику узнала во время пандемии. А кроме того, уделники пресс-туры наведали в музей истории города Гомеля и филиал Ветковского музея старообразництва и белорусских традиций имя Шклярова, который все лета стал лауреатом республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» в номинации «Музей и забавы года». Ганна Корольчук, Валерия Гапанько, телерадо, компания «Гомель». «Познай Беларусь» в Управлении спорта и туризма Гомельского облвыконкама уручили дипломы переможцам национальной туристичной премии. Вся род их Гомельский палацево-парковый ансамбль, экскурсовод Виктория Заяц, предприниматель Петр Филон, предприемство «Беларусь-Нафта», телерадо и компания «Гомель» и газета «Маяк». Лауреатами конкурса «Илепшими» Украине признаны Гомельский экскурсовод Рамуальда Милашевская и Ветковский музей старообразництва и белорусских традиций имя Федора Шклярова. Произеры Гавора, сняглядящие на складаны для туристичной сферы ГОД, яны сдолили подстроиться под ситуацию и знайсти новое на прамке работы. «Очень такой хороший маршрут появился. Он в этом году у нас очень нужный, необходимый, я считаю. Это маршрут, связанный именно с историей Великой Отечественной войны. После того, как был открыт мемориальный комплекс «Ала», то есть очень удачный такой маршрут «Красный берег», «Ала», мемориальный комплекс «Багратион». То есть для школьников, для ребят очень хороший маршрут, потому что вот когда работаешь со школами, чувствуешь сразу, что вот этот кусок нашей истории многие дети не знают. «Знахаронда, яку отрымали, на чергов раз показываешь, что недаремно отпрацовали целые годы. Притым, это была пленная прац, незалежно от тяжкостей, которые возникли в этом году. Это были некие кроки, которые для себя открывали, то же самое онлайн-прастора, которая с минимальной техникой, которая есть у районной музея, но с такой базой человеческой, вельми добрая, когда каждый мог с дома притянуть свою фотокамеру, компьютер, ноутбук и сделать интересный классный контент, чтобы наполнить его интернет. И шмотлики, новые проекты, которые возникали для разных взрослых, для пенсионных, для детского взрослых. Дальше зараз фрактуется до запуска один туристичный портал Гомельской в области. Он объединяет информацию про все туристичные объекты и турфермы региона. Плануется, что сайт запрацует до конца года. Это и другие новинные информации о проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. На трассе Р-31 Бобруйск-Мозырь, граница Украины, 40-летняя водитель автомобиля «Рено Лагуна» не справилась с управлением и совершила наезд на металлическое ограждение моста со стороны Калинковичей. Она была госпитализирована. Еще одно ДТП произошло в темное время суток в Брагинском районе. 25-летний водитель автомобиля «Фиат Пунта» двигался по одной из улиц деревни Дублин. В пути он наехал на нетрезвого 41-летнего пешехода, который лежал на правой стороне проезжей части. Пострадавший скончался на месте. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрировано три пожара. Обошлось без пострадавших. В Гомеле по улице Фадеева горел автомобиль. Огонь повредил моторный отек и лакокрасочное покрытие капота. Вероятная причина возгорания – механическое разрушение узлов и деталей. Пожар был ликвидирован до приезда сотрудников МЧС. В деревне Большая Людвиновка Светлогорского района пожар произошел в дачном доме. Огонь уничтожил имущество внутри здания. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Аналогичная причина пожара и в деревне Уть Добружского района. Там в результате пожара уничтожена кровля и повреждено имущество внутри деревянной хозпостройки. В Гомеле за мошенничество в интернете задержали жителя областного центра. Гомельчанин на торговых интернет-площадках выставлял лоты по продаже монет Российской империи. Пять монет за 435 белорусских рублей купил Мазырянин. Затем 350 белорусских рублей перечислил Минчанин. 70 рублей за товар предложил житель Гомеля. И еще 334 белорусских рубля за две монеты 1896 и 1912 годов отправил на карту житель Солигорска. Оказалось, 37-летний житель областного центра обзавелся несколькими карточками различных банков, оформленными на других людей. После того, как покупатели монет переводили деньги, Гомельчанин прекращал общение. Но мизматы своих монет так и не увидели. В приличном обыске и на квартире мужчины изъяты многочисленные банковские карты, использованные сим-карты, коллекция монет. В настоящий момент житель Гомеля задержан. Следователям дана правовая оценка его действиям. Во всех случаях возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества. Гражданин проверяется на причастных к совершению аналогичных противоправных деяний. На стрельбище Борчевка в войсковой части 1242 сегодня стартовали учения. Они будут проходить в следующие два дня с 10 до 16 часов. Объект расположен вблизи населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борчевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Областное дерби в четвертьфинале Кубка Беларуси по мини-футболу. Путевку в следующий раунд оспорят Гомельская БЧ и Светлогорский ЦКК. В 1-8 финала железнодорожники без труда сломили сопротивление столичного штурма 10-3. Хит-трик на счету Гуменюка. По дубле оформили Мазной, Лемешко и Евдокимов. Также забил Жариков. ЦКК на этой стадии играл с Динамо БНТУ. Светлогорская команда уверена победила 6-1. Дублями в протоколе отметились Губко и Орехов. Борьбу в четвертьфинале БЧ и ЦКК начнут уже завтра. Первый поединок пройдет в Гомеле на арене спорткомплекса «Локомотив». Старт поединка в 13-0-0. Игра в ответ состоится 27 декабря в Светлогорске. Гомельский ВРЗ в 1-8 финала был сильнее Речицкого метрополиса 6-0. Хит-3 Куклачко. Следующий соперник вагоностроителей Борисов 900. Это противостояние также стартует в Гомеле завтра. Начало матча в «Локомотиве» в 17-0-0. Ответная игра в ближайшее воскресенье в Борисове. Другие пары четвертьфиналистов составили «Столица» и «Дорожник», а также УВД «Динамо» и «Охрана Динамо». Сыграны очередные поединки в женском чемпионате Беларуси по волейболу в дивизионе «Б». Гомельская надежда обыгралась дюшер волейбольного клуба «Минск» 3-0. Дубль «Мозорьской жемчужины Полесье» в пяти партиях был сильнее «Ргора». В элите мужского чемпионата очередную викторию добыла «Гомельская энергия». Подопечные Романа Аплевича гостили у «Мопида». Первую и вторую партии энергетики оставили за собой с небольшим преимуществом 25-23 и 25-22. А вот третью выиграли вчистую 25-16. В турнирной таблице «Энергия» на втором месте. «Гомель-2» вновь без побед. На этот раз в рамках высшей лиги хоккейного чемпионата страны «Рыси» на домашнем льду дважды проиграли дублю «Химика» 1-8 и 3-7. А вот фарм «Металлурга» продолжает побеждать. Сталевары в гостях дважды одолели «Неман-2» 6-2 и 7-3. В турнирной таблице «Металлург-2» на четвертом месте, «Гомель-2» на тринадцатом. Первую победу в сезоне все никак не может одержать женская баскетбольная команда «Гомельские рыси» и подопечный Анатолий Рогозенко на домашнем паркете уступили «Цор Виктория» из «Бреста» 44-62. Гомельчанки замыкают таблицу чемпионата Беларуси. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». КОНЕЦ